Уважаемые телезрители Уважаемые телезрители, теперь вам придется вставать на полчаса раньше. Оставайтесь с нами. Теперь, пожалуйста, послушайте новости района. Из Управления сельского хозяйства и продовольствия сообщают о состоянии дел в хозяйствах. На сегодняшний день по району надоевают в среднем 5,7 литра молока, что на целый килограмм меньше, чем в 1994 году. Более чем на 2 и более килограмм по сравнению с прошлым годом упали надои в колхозах имени Максима Горького, Авангард и Комунар. Очень низкие надои в хозяйствах Урожай, Буйском совхозе, Правда имени Энгельса. Уровень прошлого года держат хозяйства Победа, Искра и Мичурина. Причину низких надоев специалисты управления объясняют недостаточным уходом и кормлением животных. Уважаемые телезрители, а сейчас, пожалуйста, просим вас посмотреть видеосюжет о заготовительно-производственном объединении. Наверное, многим чередство пришлось провести в золотые годы так называемого застоя в сельской местности, испытывают чувство ностальгии по тем дням, когда в магазине за 5-6 копеек можно было купить красивый воздушный шар, целую ладошку вкусных конфет и еще много всякой всячины. А какой праздник наступал на деревенской улице тогда, когда на скачущей лошади появлялся заготовитель со своим волшебным сундуком, где находились такие вещи, о которых мечтала вся ребятня. Здесь были и воздушные шары, и свистульки с соловьиными трелями, и губные гармошки, ленточки, да всего и не перечислишь. Много было интересующего товара для взрослых. Красивые платки, платенца, мыло, шампуни, да еще бог физ что. А мы же несли ему макулатуру, тряпье, даже кости. Взрослые же, шерсть, шкуры домашних животных, лекарственное сырье. Куда же поделались заготовители с их волшебными сундучками? Существует ли сейчас вообще заготовительная служба? И если существует, то в какой постаси? С такими вопросами мы обратились к директору заготовительного производственного объединения Борису Шариповичу Нурисламову. Да, существует, ответил он. Сейчас вы видите на своих экранах заготовители из деревни Накурад Федора Гелязева. Вот примерно года два назад еще в нашем обиходе существовало такое понятие – заготовительная контора. Вот прошло два года, произошла определенная реорганизация. И вот теперь от заготовительной конторы мы теперь имеем заготовительно-производственное объединение. Произошло расширение функции или сужение его функции, или же наоборот. Вот расскажите, пожалуйста, немного. Находясь в условиях одного и того же города, была большая необходимость объединиться с заготовительно-производственного, вернее, за год с базой Башпотребсоюза и за год конторы Янаульского райпо. И правлением Башпотребсоюза при поддержке местной администрации было принято решение об объединении и реорганизации Янаульского заготовительно-производственного объединения. Вот уже в условиях почти два года мы работаем как заготовительно-производственное объединение. Само название заготовительно-производственного объединения дает нам понять то, что мы занимаемся не только заготовкой, как раньше было, а занимаемся и производством, и реализацией, то есть сбытом сырья и продукции, и торговлей также. Конечно, наверное, у Вас действительно произошло расширение функции. Вот расскажите о сети Вашей работы, о сети работы заготовительно-производственного объединения, конкретно, пожалуйста. Что конкретно здесь можно сказать? Имеется у нас свои заготовители, то есть корпус заготовителей в районе, человек 15 сегодня не работает у нас. Далее производственные объекты, это, значит, подсобное хозяйство, где производим мясо. Есть пчелопасека, где производим мед. Дальше переработка, это, значит, делаем овощные консервы, соленья, соленья также капусты, грибов. Далее у нас имеется своя торговля. Через свою торговую сеть мы реализуем для населения города и района. В течение целого года картофель, овощами стараемся обеспечивать и свежим мясом, прежде всего. Затем наименование ассортиментов, различные продукты питания, кондитерские, макаронные, крупяные и ряд других. Имеются промышленные товары, те, которые мы получаем за сданное сырье по бартеру. Это, значит, меховые изделия, валенки. Также промтовары, полученные за сданные в торшермет. Это рубероид, это и другие товары домашнего обихода, все прочие. Что касается, по счастью, сбыта, то, значит, мы заготовлены сырья, не только что заготовлены из Яновольского района, да и по своему полностью кусту мы сдаем переработчикам. Это, значит, прежде всего, свои республиканские переработчики. Ущалинский кордонно-рубероидный комбинат в торшерье сдаем, в торшермет сдаем. Далее Башкирский суконный комбинат в Туймазинском районе находится, который сдаем шерест. Стертоматский кожзавод сдаем кожевинное сырье, а имеем мы еще своих партнеров за пределами своей республики. Это, значит, в Москве кожзавода Бойня и Алмаз, затем в Кирове Митака, так называемое объединение кировское. Затем мы имеем в Казани татарское мехобъединение Милита, имеем в Сарапуле пушно-меховое объединение Рысь свое. И, естественно, по бартеру оттуда мы получаем товары и реализуем через свою торговую сеть. Значит, мы работаем сейчас не только в условиях Яна-Ульского района, а наши функциональные обязанности входят также и в работу с другими районами, расположенные на северной части республики. Это, значит, Таташлинский, Болтачевский, Бураевский, Калтасинский и Краснокамский районов. Сюда, как на межрайонную заготовительность бытовую базу, завозится сырья, и мы железнодорожным транспортом отправляем к переработчикам. Такие связи непосредственно наложены и с Вашими зарубежными партнерами, не так ли? Да, есть у нас и за рубежом, как говорится, наши коллеги, то есть переработчики. В этом году мы полностью сдали заготовленный шерсть от общественного сектора, то есть от колхозов-совхозов районов Бельгию. Поэтому фирма так называемая «Мелисо». И оттуда мы уже получили, естественно, за это... Ну, они с нами, естественно, рассчитались уже, но полностью рассчитались с совхозами, колхозами и районами. Ваше Рябович, Ваша работа, конечно, заключается и в работе с населением, но непосредственно с населением работают Ваши заготовители. Вот расскажите, пожалуйста, немного о людях, которые работают с населением, о заготовителе. Да, безусловно, наши заготовители закреплены по каждым регионам, то есть по сельским советам. Вот много уважения заслуживает сегодня со стороны администрации населения. Наши заготовители такие, как Кашапов, Хайдаров, Ахматнуров, Батталов, Галевов, Хайрланамов. Они всегда ритмично перевыполняют свои планы и задания, и тем самым всегда пользуются уважением и среди своего коллектива, а также стараются они своевременно удовлетворять, рассчитываются с населением за данные им сырья и продуктов. Вот важное место в деятельности заготовителя производственного объединения занимает торговля. Расскажите вот о деятельности торговли в сети заготовительного производственного объединения. Если в целом заготовительно-торговый или заготовительно-заботовой, скажем, оборот за истекший, то есть за 94-й год составил у нас в проделах 3 миллиардов рублей, то 50% от этого оборота составляет торговля. То есть более миллиарда рублей – это головой оборот торговли. Ну и естественно, когда хорошо идет торговля, то и, безусловно, хорошие наценки и хорошая заработная плата, и этим самым мы хотим улучшить, значит, социально-ботовые условия своих членов трудового коллектива. Исходя из этих сображек, что я хочу сказать. Имеется у нас своя столовая, то есть при конторе кухня. Для своих работников мы, вернее, своих работников мы обеспечиваем 50% питанием. То есть 50% питания за счет предприятия. Мы датируем 50% за счет работника. Ну, безусловно, посещают туда и посторонние. Вообще-то, работа и кухня нашей в населении довольна. Давно работает вот этот пункт Загоцарья. Этот пункт Загоцарья был построен где-то лет 7 назад. Тут у нас работает. И вот принимаем здесь крупный рогат скота от шкуры. Потом овещи берем, мелкие шкуры, кролищи. Ну, обмен даем деньгами и товаром берет. Выдается. Есть вот толь. Ну, толь в основном идет на тряпье. От населения собираем тряпье, макалатуру. Также учреждения приносят здесь, это макалатуру. Мясо принимаем от населения. После у нас еще есть там чай, галоши. Ну, такие товары. Как говорится, широкий спрос для населения в основном. Например, у нас на тряпье, если кто-то сдает население, есть, ну, взамен галоши даем, чай индийский даем, сигареты есть. На макалатуру тоже так же, эти толь вот выдаем, тоже на тряпье. Приходят в основном, ну, я на новую, да, с района, с ближайших деревень подходят люди. Также учреждения сдают. А теперь мы находимся в магазине Рябинушка с заготовителем производственного объединения. Постоянный покупатель здесь? Да, постоянный. Что вы здесь обычно покупаете? Все продукты в основном покупаем. Мясо покупаем, овощи покупаем, крупы покупаем, соки, концентраты. Стараемся больше здесь покупать. Для организаций тоже покупаем здесь. Борис Шерепович, вот расскажите, пожалуйста, о финансово-экономическом положении СПО, вот сравнительно, вот за последние три года примерно. Ну, в суммарном отношении, конечно, сравнивать финансово-экономическое положение сегодня, как-то сравнивать работу 91-го или 92-го года с сегодняшним, 94-м показателем, было бы как-то абсурдно, может быть. Но, если сравнивать так относительно, то она сегодня выглядит следующим образом. Мы год завершили в этом году, в 94-й год завершили прибыльно. Прибыли, правда, небольшие, но главные сегодня не убыточные. Вот мы анализируем все-таки по республике многие наши коллеги уже убыточными, довольно-таки подсерьезными вопросами они находятся, быть или не быть им. А у нас сегодня рабочие места сохраняются, наоборот, даже стараемся увеличивать рабочие места. Далее, производство у нас растет. В частности, я вот уже старался перечислить насчет производства собственной продукции. Затем торговля работает неплохо, я уже сказал. И с бытовой оборот составляет уже, много ли мало, полтора миллиарда рублей в течение года. Поэтому есть все основания сказать тому, что в перспективе вообще-то неплохие наши будущие. Мы намерены, настроены вообще-то работать нормально. Безусловно, успех любого дела решает людей. Поэтому мы имеем сегодня полное основание сказать, что передовиками производства у нас в коллективе являются такие, как Шарипов, Минязов, водители, Насердинова, Янгирова, работники бухгалтерии, Тимиршина, рабочие, работники прилавка Габдрахимова, Хузина. Вот они, я бы сказал, сегодня определяют правильность нашего курса. Поэтому администрация коллектива очень благодарна за их труд. Как принято говорить, работники заготовительно-производственного обвинения умеют не только работать, но и от души отдыхать. В этот день они собрались все вместе, чтобы поздравить мужчин предприятия с 23 февраля и женщин с 8 марта. Ну что ж, как хотелось бы, чтобы на деревенских улицах почаще появлялись заготовители с их волшебными сундуками, даря и ребятишкам, и нам, взрослым, хоть капельку радости, доброты и достатка. Олимбаревич, насколько нам известно, в структуре обслуживающей предприятия агропромышленного комплекса прошли некоторые изменения. Расскажите, пожалуйста, с чем были связаны проведения таких мероприятий? В самом деле, такие структурные изменения произошли на основании постановления Совета Министров Республики Башкорстан в середине февраля месяца произошли структурные изменения обслуживших предприятий Республики Башкорстан. На базе существующего РТП и Агроснаба и Республики Янаулевском районе образована сельхозтехника для обслуживания сельскохозяйственных предприятий района и Республики. Это, я считаю, правильное решение, но надо было, конечно, пораньше, с осени. Сейчас на носу весеннеполевая работа, конечно, затруднения есть, особенно по обеспечению запасными частями и ремонтом тракторной техники. На сегодня по району у нас не готовы еще к весеннеполевым работам 200 с лишним пахотных тракторов, нет запчастей, особенно по пахотным тракторам, но принимается мера. Почему это произошло? Вовремя, конечно, государство нам за проданное зерно не платило, мы, в свою очередь, заложали РТП 700 миллионов, агроснабу 1 миллиард 300 миллионов. Мы тоже, можно сказать, в Кавойсках помогли. Поэтому вот в таком затруднительном положении они остались, поэтому принято решение их объединить. Я считаю, это последние 15 лет тому назад такая сельскохозяйственная техника работала. В районе у нас она хорошо работала, я должен подчеркнуть, я тогда председателем колхоза работал. Это дело должно идти и в пользу улучшения производства сельскохозяйственной продукции. Олимпореч, как же будет называться это новое предприятие, и кто же будет им руководить? Это предприятие будет называться, как и раньше, районное объединение сельскохозяйственной техники. Мы назначили на этот пост, это председателем будет называться Халикова Эрница Фаузыча, это бывший председатель колхоза Калина. Он по специальности инженер-механик, окончил сельскохозяйственный институт, два года с лишним работал в родном колхозе большевик инженером, четыре года с лишним колхозе Калинина. Он эрудированный, развитый, думающий инженер. Мы надеемся, что он поднимет ремонтное дело и обслуживание сельскохозяйственной техники колхоза и совхоза. Олим Борисович, остается менее одного месяца до начала весеннеполевых работ. Как подготовлены колхозы, совхозы, обслужившие предприятия к началу сева? Вопрос можно ответить так. Плохо мы пока подготовились до начала весеннеполевых работ. На самом деле остается меньше месяца. Как я уже сказал, тракторный парок у нас пока не готово. Больше 200 тракторов пока не готово. На сегодня под усилием местной администрации, управления сельскохозяйством, новой силхозтехникой принимаются меры. Около 50 двигателей сейчас находятся в силхозтехнике, ремонтируются. На 70% им нашли запчасти. И в многих хозяйствах такой же ремонт тоже ведется. По селкам сегодня у нас готовность составляет 80%. По культиваторам 90%. Бороны, катки готовы, семена имеются. Очень меня волнует обеспечение удобрениями. На сегодня накоплено пока на 1 гектар пашни 24 килограмма физическом весе минеральных удобрений. Это очень плохо. Это меньше, чем в прошлом году на два раза. Сегодня нету ни одной тонны горючих смазных материалов. Телеграммы есть, фонды есть на бумаге. Мы ежедневно обращаемся к Госком нефтепродуктов, к своему министерству. Но вопросы пока по обеспечению горючих смазных материалов не решаются. Я думаю, сегодня еще где-то 70% колхоза при такой подготовке могут выйти. Вот остальные там слабые колхозы, колхоз Энгельса, колхоз Коммунар, колхоз Авангард, Буйский, Воединский совхозы при такой организации труда и нерасторопности руководителей, особенно инженерной службы, они могут проводить весенние полевые работы. Поэтому мы, специалисты управления сельскохозяйства, местная администрация, в последнее время приложили много сил для организации ремонта, обеспечения запасными частями и поиска минеральных удобрений. Достаточно, вот один цифр только сказать, под последние 15 дней где-то 200 миллионов выделено было местной администрацией для дотации живопродуктов сельскому хозяйству. Олег Борисович, большое Вам спасибо за беседу. Конечно, хотелось бы, чтобы Янаульское объединение райсихоседника стало настоящим спасителем для колхозной, совхозной техники, и тем более в такие весенние, во время весенних полевых работ и во время уборочной страды. Олег Борисович, большое спасибо за просмотр! 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 Уважаемые телезрители, а теперь послушайте спортивные новости. Очередной раз порадовались своим выступлением в соревнованиях волейболисты Янаульского района. В районном центре Татышлы в выходные дни борьбу за первое место вели 9 команд северной зоны Республики Башхатистан. Лучшими в зоне стали волейболисты нашего района и завоевали путевку в финальную часть первенства Республики Башхатистан, которая состоится 20-23 апреля в Белокатайском районе. Второе место заняли хозяева соревнований. С этой командой нашим ребятам пришлось играть два раза. Первое предварительное счастье и второе в финале. Но Татышлинцы не смогли устоять перед сокрушительными ударами наших волейболистов даже при огромной поддержке местных болельщиков. Третье место заняли караидельцы. В честь района защищали Имамов, Назаров, Хариддинов, Баталов, Зарипов, Хамматов, Галямов, Абдуллин. 19 марта на лыжной трассе в районе Телевышки прошло личное первенство района по лыжным марафонским гонкам, посвященные столетию лыжного спорта в России. В гонке на 10 километров среди юношей 80-82 года рождения победу одержал Минязев Фильдар – детская и юношеская спортивная школа спортивного общества профсоюзов. В гонке на 7,5 километров среди девушек 80-82 года рождения победила Михайлова Ирина Сусады-Балахская средняя школа. Среди девушек 77-79 года рождения победила Иванова Сусады-Балахская средняя школа. Упорная борьба шла в гонке на 20 километров среди юношей 77-79 года рождения. Победу одержал Таты Вадим детской юношеской спортивной школы. Он с самого начала захватил первенство и до конца его не уступил. Среди юниоров и мужчин первыми финишировал Шамгунов Анфис, колхоз имени Куйбышева. Среди ветеранов старше 45 лет гонку выиграл Минязев Илхам из Буйского совхоза. Победители и призеры награждены призами и дипломами. Награждение провел председатель Федерации лыжного спорта Низамутдинов, инструктор отдела молодежи Фарахов, главный судье соревнований Равис Валенуров. Равис Валенуров 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 Равис Равис Валенуров Равис Валенуров Равис Валенуров Равис Валенуров Равис 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 Валенуров Равис 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 Валенуров 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 Равис Валенуров